Итак, дорогие друзья, доброе утро. Всем доброе, добрейшее утро. Я в Иерусалиме и сейчас прямо вот из Святого Города. Рядом я со старым городом, скоро пойду сейчас на Котель, к стене плача, а пока месте у нас традиционный урок. Вчера, к сожалению, не было, но сегодня будет. Сегодня будет, бывают дни, когда не получается. Это еще раз доказывает, что много замыслов в сердце человека, а замысел Бога он исполняется. Хорошо, значит, мы сейчас находимся, пятая глава Мишли, пятая глава притчи, и мы дошли до, я вам сейчас скажу, до какого отрывка мы дошли в прошлый раз. Мы дошли в прошлый раз до, думаю, восьмого отрывка. Да, до восьмого отрывка мы дошли в прошлый раз, и сейчас мы начинаем с девятого. Девятый отрывок, девятый отрывок, пятой главы. Написано в девятом отрывке так. В девятом отрывке написано так. Пэн титэн лэх рим о дэха ушнасэха лэх зари. Значит, речь идет о том, что царь Самун нам подсказывает, подсказывает, показывает, обучает нас тому, что у человека, у человека есть варианты выбора идеологии. То есть каждый из нас живет в мире, в котором выбирает для себя, выбирает, именно выбирает. Нет однозначной, четкой системы, нет такого человека, который бы точно прям сказал, вот я знаю, как жить. Вернее, таких людей очень много, которые говорят, я знаю, как жить. Но все они говорят разное. Все они говорят, каждое свое. Поэтому сказать, что кто-то из них точно знает, затруднительно. Так вот. И вот эти вот идеологии, которые не Тора, не идеологии, которые дал Бог на Гре, Синай, Маше Рабейну, Моисею и еврейскому народу. Все эти идеологии царь Самун сравнивает с женщиной развратной. Почему женщина развратная? И он выбрал именно эту метафору. Мне кажется, что вот эта вот женщина, которая развратная, которая обманывает своего мужа, она очень хитрая. И она пользуется, как сказать, пользуется инстинктами, которые на ее стороне. То есть есть какой-нибудь там мужчина, да, у него есть инстинктивная внутри вот эта вся история размножения. Эта инстинктивная история размножения, она, Бог специально так сделал, что так как этот процесс очень сложный и очень энергозатратный, и, ну, такой действительно сложный, то Бог так сделал специально, чтобы он доставлял максимальное удовольствие, чтобы жизнь на земле продолжалась. Эта женщина пользуется вот этим инстинктом. А во всем остальном она обманывает, то есть она использует этого мужчину, да. Поэтому царь Самун, он нам сделал такую метафору, что чуждые идеологии, идеологии, которые идут против Бога, против Торы, они именно похожи на эту женщину. То есть они обслуживают самые низменные инстинкты человека. Они ему говорят, послушай, тебе все дозволено, ты можешь делать все, что ты хочешь. Хочешь воровать, воруй. Это не воровство, это наоборот классно. Давай, вот Карл Маркс, да, говорит, давай заберем у богатых и раздадим бедным. А потом, бах, оно где-то посередине остановилось. И вот это вот, все эти чуждые идеологии, они обслуживая низменные, самые низменные инстинкты и животные желания человека, но красивыми словами заворачивает это, как что-то прямо очень такое красивое. Там нудисты, например, да. Ну вдуматься, зачем нудисты собираются устраивать свои вот эти вот вечеринки-гулянты? Ну зачем им нужно? Или порадовать, как они называют, парад гордости, да. Для чего им это надо? Им это надо для того, чтобы красивыми словами замотать, закатать свое стремление к разврату и все. Ну просто как бы сидеть и думать, да, вот я животное такое, да. Вот я вот, ну только вот иду на поводу своего инстинкта и делаю какие-то глупые такие действия. Это же неприятно человеку. И он тогда упаковывает это в, там, нудизм, природа, свобода, там, вернуться к основе. Или там вот эти вот парады гордости, они, да, мы же такие же люди, какая разница, с кем ты спишь. Наоборот, это толерантность, это плюорализм, это такие красивые слова из-под жизни. В общем, а по факту мы пришли к девятому отрывку, восьмой отрывок был Архек Меллея Дракеха, то есть Дракеха. Отдали вот этих всех идеологий свои пути, Вальти Кравль Петах Бетай, не приближайся даже к дому, к входу в ее дом. Потому что эти идеологии, они мы видели, как, там, 120-130 лет назад из Еши вставали, прям, молодые ребята, которые учили Тору, Литва, Латвия, вот эта вся Белоруссия, вставали и шли в коммунисты, там, в эти самые. Потому что, потому что все-таки оно все красивые слова и плюс обслуживает то, что ты хочешь внутри. Поехали, да? Теперь, значит, девятый отрывок. Пентитен ляхерим одеха, ушнасеха ляхзари. Значит, что мы не дадим другим своего величия или своим безжалостным? Что он имеет в виду? То есть, если человек идет и обслуживает свои животные инстинкты, да? Как устроена жизнь на сегодня? В начале, мы говорим, ты должен отучиться в школе, потом ты должен отучиться в институте, потом ты должен работать. Потом, когда ты работаешь, ты не должен быть хуже, чем все остальные. И тебе показывают все возрастающий уровень жизни, все выходящие, все новые-новые какие-то там вещи. В начале первой необходимости, потом вещи, которые обозначают, что это престижно. Говорят, послушай, ты что, типа, если ты себя вообще уважаешь, ты должен купить эту вещь, иначе ты вообще кто ты? И человек всю жизнь в погоне за вот этими внешними символами, он проживает свою жизнь. Потом ему лет 50. Ну, говорят, послушай, все равно ты был никто, есть никто, и звать тебя никак. Так, и все. И человек, это называется девятый отрывок. Пэн титэн ля хрим, о дэха уж на сэха ля хзари. Что если ты идешь за любой идеологией, кроме Торы, тогда ты отдаешь свое величие другим, и свои годы отдаешь безжалостному, а хзари, жестокому, ну, этот мир, он жестокий мир, да, такой. Теперь, дальше он говорит, пэн из бэу зарим кохэха, что чужие будут насыщаться твоей силой, вэцабэка бэбээт нохрэй, и будут твои, труд твой, да, он будет в чужом доме. Здесь царь Саламон ссылается на более еще предыдущий источник. Есть, в Торе есть такая глава, называется она «Какие-то цели мелхома». Когда ты пойдешь на войну, и там рассказывается, что когда ты пойдешь на войну, увидишь ты женщину красивую видом, и ты ее захочешь, и там ты женишься на ней, тогда у тебя потом родится ребенок, и будет у тебя две жены, будет жена любимая, жена нелюбимая, то есть ты потом ее разлюбишь, потому что физическое влечение, на нем невозможно строить долгие, долговременные отношения. Физическое сексуальное влечение, оно перегорает, как что оно перегорает? Как вспышка такая, как порох, да, бах, сгорело, а что дальше остается? Ведь само физическое влечение, сколько времени оно занимает, даже в сутки, если взять по времени, полчаса, 20 минут, час. Все остальное время тебе нужно жить с этим человеком? Если у тебя с ним нет душевной близости, если у тебя с ним нет общих целей, общих какой-то взглядом на жизнь, общей философии, тогда у тебя этот человек превращается в того, кого ты все остальное время ненавидишь. То есть есть физическое влечение, ты за ним идешь, а духовное влечение, оно, у тебя нету с ним связи, да? И тогда потом у тебя рождаются дети. А дети, которые родились, когда два родителя живут в разной идеологии, детям сложно, родителям сложно. И у царя Соломона, у царя Давида, да, у папы царя Соломона, у него было 18 жен. И у него были дети, а Джон, он был великий праведник, но были такие дети, как Афшалом, которые против него шли войной, как хотели папу убить. То есть он был великий праведник, но жена, которая была взята вот как пленница на этой войне, она так воспитывала от сына, что он потом шел против отца и убивал его. И это то, что здесь написано в 10 отрывке, чтобы не насыщались чужие твоей силой, и труды твои в чужом доме. Потому что дети, которые остаются после человека, они могут просто... Например, тот же царь Соломон. У него был его сын Рахаван, который после смерти царя Соломона, после смерти царя Шломо, Израиль распался на две страны. И то, что царь Соломон всю жизнь строил, он строил великое государство, которое там со всего мира приезжали люди. И тут вдруг бах, значит, его сын Рахаван, когда после смерти царя Шломо собрались главы 12 колен, и они ему говорят, послушай, твой папа был царь Соломон, он построил первый храм, он был мудрейший из людей на земле, весь мир приезжал в Иерусалим, чтобы у него учиться. А ты просто царь Рахаван, и царь Шломо, он собирал со всей страны налог, там 30 тысяч человек строили этот храм, все. А они ему говорят, послушай, все уже, все построено, давай сниз налоги, сделай как бы нам тоже радость. Что сказал Рахаван? Он говорит, нет, я вам докажу, что я еще круче, чем папа, будете ей больше еще платить. Они говорят, тогда гражданская война. И он не нашелся, что ответить. Он не нашелся, что ответить. И что? И 10 колен отошли. Получается, царь Шломо, который строил всю жизнь и вкладывал, его сын все это потерял, то, что он строил. И это то, что здесь написано, что когда ты идешь за любыми идеологиями, кроме служения Богу, то тогда все, что ты строишь, это иллюзия, и оно все рассыпется. А почему Тора не рассыпется? Потому что, потому что, когда ты изучаешь Тору, когда ты вкладываешь свои деньги, силы в заповеди и в служение Богу, то ты вкладываешь в себя. То есть ты как бы сам растешь, и сам ты садишь в следующий уровень, в следующий уровень мира. Рассказывают историю, что когда Ротшильда спросили, сколько у вас денег, то Ротшильд ответил, там, несколько миллионов долларов на то время. Ему говорят, зачем вы обманываете, у вас больше. Он говорит, нет, все, что у меня есть на бумаге, это не мое. Мое это вот в записной книжечке, сколько я дал денег, сколько я дал благотворительность. Вот это навсегда мое, это я заберу с собой. Это мое, то, что я вложил в свою душу. А то, что я там купил что-то, какие-то дома и так далее, это все не мое. Оно сегодня есть, завтра нету, и все. Дальше, 11-й отрывок, говорит царь Свамон, он следующее. И он говорит, ты будешь стонать в конце дней, когда исчахнет твоя плоть и тело твое. Представьте жизнь. Пожилой человек, он всю жизнь жил ради своего тела, например, и ради удовольствия. И тут он уже старый, зубы выпали, есть не может, тело старое, секса нет. Что? Ради чего ему дальше жить? Он всю жизнь жил только ради этого. И то, что он любил, то, то, ради чего он жил, а все рассыпалось. Очень смешные люди в возрасте, которые пытаются одеваться, как молодые, которые пытаются идти в ногу со временем, они пытаются быть модными, как их внуки. Это выглядит смешно. Есть такие пожилые евреи даже, которые, ну, такие богатые люди, вроде умные, но они из-за того, что у них нет духовности, им некуда вкладывать свой интеллект, они, а интеллект и есть, сила еще есть, там, в 50-60 лет это еще человек достаточно, достаточно сильный. И они пытаются повернуться и стать опять подростками, ведут себя как подростки, одеваются как подростки. И это выглядит смешно, потому что они не подростки. И подростки над ними смеются, потому что они не подростки. И люди их поколения над ними смеются, потому что видят это, ну, это клоунство. И получается, вот это то, что царь Соломон нас предупреждал, что ты будешь стонать после того, как исчастнут, исчахнут плод твое и тело твое. И вот они потом уже старые, пытаются быть молодыми, Их бросает уже третья, четвертая жена, как мы видим у многих актеров, когда они женятся потом на молодых, на 50-60 лет младше женщины, и потом они их оставляют ничем. Как Леонард Коэн умер, когда Леонард Коэн, его та женщина, с которой он всю жизнь жил, он 80 лет вынужден был опять начать петь, у него денег не было, она у него все украла. То есть до 80 лет она у него все украла, там огромные деньги. Поэтому человек, который живет не в концепции Торы, не в духовной концепции, не строит семью по концепции Торы, когда дети, внуки с каждым годом уважают своего там дедушку все больше и больше, потому что он все ближе и ближе к Богу. Так вот те люди, те люди, которые царство, 3000 лет назад он предупреждает этих людей, что будешь ты стонать после, когда исчатнуть плод твоя и тело твое. Это одиннадцатое отрывание. Двенадцатое. Веамарта. Эх санесси мусар. Ветухахат нацлеби. И скажешь, что как же я вот ненавидел мусар наставление, как же я ненавидел наставление и увещевание мое сердце отвергало. И вспомнишь ты тогда уроки, которые мы изучали про Мишли, это царь Соломон говорит, что вот этим вот, которые послушали чуть-чуть и выключили, говорит, вот будешь потом в старости вспоминать, зачем я Мишли не учил? Учил бы я Тору спокойно, жил бы в Иерусалиме, да были бы у меня дети-внуки, которые любят Тору. Так бы, так бы я бы думал. А все люди, которые, вот посмотрите, все люди, которые пытаются найти счастье где-то не в концепции духовности Торы, посмотрите, какой у них конец. Конец страшный. Карл Маркс. Один из этих человек пришло на похороны, человек без гражданства. Жил, мучился, страдал всю свою жизнь, потому что он был без Торы. Возьмите тот же Фрейд, да, там, наркоман вообще всю жизнь на кокаине. Ну, просто, как бы, жалко, жалко, ни внуков нет нормальных, никого нету. То есть, к старости, любой человек, который жил ради своих эгоистичных желаний, какими бы умными словами он их не прикрывал, какими бы идеями, красивыми идеологиями он бы не заматывал свое оправдание животного существования, в итоге вся эта мишура отпадает в старом возрасте, и он остается, как голый король, да, то есть он видит, что он прожил жизнь пустую, что за его наследство внуки и дети, которые его ненавидят, они готовы его убить еще, пока он еще живой, опустить его в мадилу, что у него нет никакой духовности в жизни вообще. И это то, о чем предупреждал царь Соломон, и тот, кто все-таки имел касание к духовности, он в конце жизни скажет, эх, как же я же, почему же я не слушал Ваамарта, 12-го отрыва, эксанетимуса, и скажет, почему же я ненавидел вот эти вот наставления, вэтохахат нацлеби, и от увещеваний, которые есть в Торе, мое сердце, ну, как бы, презирало эти увещевания. 13-го отрыва, не слушался я голос моих учителей, и для тех, кто меня, наставников, тех, кто меня обучал, я не преклонял ухо свое. Здесь, опять же, царь Соломон нам указывает способ изучения Торы, то есть мы не можем выдумать Тору, то есть Тора это внешняя к нам история, к нам история, которую получил Маширабену на горе Синай, и которая передается уже 3000 лет в том виде, в котором она передается. Это копирайт, это Тора. Понятное дело, что изучать Тору, изучать весь этот шелхонор, в котором от момента пробуждения до момента засыпания прописаны прямо должностные инструкции. Я вчера был в Ихилове, это такая огромная больница, там полторы тысячи врачей, и они мне говорят, вот в медицине, в израильской медицине, все очень часто запротоколировано. То есть каждое действие, каждое движение, каждый анализ, все абсолютно имеет абсолютно четкую структуру, протоколы, все в компьютерах и так далее. То есть все очень часто, как сказать, вбито в такие четкие жесткие алгоритмы. Как я им говорю, что Тора, это сделано 3000 лет назад, все вбито в очень четкие жесткие алгоритмы. Если ты эти алгоритмы изучаешь, у тебя в жизни все понятно, у тебя в жизни нет никаких вообще сложностей и сомнений от момента пробуждения до момента умирания. Ты знаешь, что тебе прочитать последние две минуты перед смертью, для того, чтобы перейти в следующий мир, в прекрасном настроении. Родственники знают, умер человек, что сказать, как сказать, как это. Остальные люди живут в постоянно в каком-то поиске каких-то идей, что же мне дальше-то делать, как же мне жить. Да ну я посмотрю в этот самый, посмотрю я сейчас. То есть люди живут в постоянном хаосе. И царь Соломонов говорит, что нет, Тору надо услышать, а потом нужно потрудиться, чтобы именно Тора управляла твоим мышлением. Особенно сложно нам, потому что нас всю жизнь программировали и прессовали под совершенно абсолютно непонятные идеологии. Коммунизм, какой-то социализм, какой-то там прошлые века. Ну бред, бред, полный бред. И вот живет человек среднего возраста, бывший Советский Союз. Приехал он в Израиль. Смотришь на этих бывших своих соотечественников, у них тут елочка в голове. Тут они еще празднуют 7 ноября какой-то. 1 мая для них праздник. Они своим коммунистическим оливье салатным таким прошлым они входят в новую новую историю. И у них полный в голове хаос, полный вообще раздор, хаос и так далее. Поэтому для нас с вами есть путь, который нам советует царь Соломон. Значит, что делать? Изучать. Изучать Тору, причем то, что мы изучаем Мишлей, он нам дает идеологию, он нам дает внешнюю упаковку, но он все время говорит о Торе, которую надо изучать. Тора это шелха на рук, Тора это программа действий. Что делать, как делать, как поступить. На любую ситуацию, на любой вопрос прописаны алгоритмы. Все, дорогие друзья, на этом мы останавливаем сегодня наш урок. Нас царь Соломон чуть-чуть, конечно, припугнул последствиями отхода от Торы, но мы сами можем посмотреть вокруг себя, увидеть пожилых людей, которые прожили свою жизнь. Особенно жалко на них смотреть в бывшем Советском Союзе, эти пожилые люди, которые никому не нужны, которые отдали свою жизнь непонятной стране, которая нет, непонятным идеям, которых нет. Очень жалко их. Надо вкладывать в себя, в свое духовное развитие, и все, и тогда все будет понятно. Да? Все, всем удачи, успехов, всем хорошего, прекрасного дня, полного Торы, заповедей и добрых дел. Все, всем удачи, успехов.